Пешеходные переходы становятся в разы опаснее, если не чистить подходы к ним. Ведь один неудачный шаг, и человек может угодить под колеса машины. Кто в Иркутске должен приводить в порядок такие места? Насколько сложнее становится работа, если долго не чистить снег? Выясняла Дарья Эйвазова. Осторожно, опасно для жизни. Такая табличка пришлась бы кстати на этом пешеходном переходе в Иркутске. Подход к нему расположен под углом и не почищен, из-за чего можно легко угодить под колеса. Тут каждый год такая вот бельберда. Во-первых, не пройти, потому что надо и смотреть, и на поворот, и как машины вообще могут даже не пропускать. Я не представляю, как здесь дети ходят, там старики. Морозы здесь мы просто убиваемся. У меня тут подруга чуть не упала, под машину не попала. Угодить под машину легко и на другой зебре. Спуска здесь нет. Но из-за того, что снег долго не чистили, образовалась горка. Пройти по ней – квест даже для здорового и сильного человека. Бабушка переходила дорогу, бабушка была с тросточкой. Подскользнулася и упала, ударила сильно руку. Ну, помогли дойти здесь. Ну, очень сильно ударилась. А на некоторых переходах подходы к ним почищены ровно до бордюра. А за ним – снежный накат. Следить за состоянием пешеходных переходов должны городские коммунальщики. О проблемных местах можно сообщить в диспетчерскую. Но есть в городе переход, который уже становился антигероем нашего сюжета. На остановке «Деловой центр» подход к зебре проходит через трамвайные пути. Здесь также останавливаются маршрутки. И они укатали снег в плотный пласт. На этот пешеходный переход нам не раз жаловались телезрители. Да и я сама здесь хожу, несколько раз падала и один раз даже разбила коленку. Но за все это время я ни разу не видела, чтобы его чистили. Поэтому я решила взять все в свои руки. За полчаса мне удалось очистить до асфальта лишь небольшой кусочек. Поэтому я сменила тактику. Попыталась сделать накат шершавым, чтобы люди не подскальзывались. В ходе эксперимента ко мне подоспела помощь. Двое прохожих тоже взялись за лопаты. Я видел, что вы сами чистите, но я сам сейчас чуть не упал. Есть очень толстый накат снега, и он очень плохо счищается. И если бы не помощь мужчин, у меня бы, наверное, вообще не получилось ничего очистить. Но я надеюсь, что это поможет сделать пешеходный переход хоть немножечко безопаснее. Потому что, похоже, он скорее дождется таяние снега и весны, чем приезда коммунальных служб. До весны ходить по подобным местам лучше с особой осторожностью, чтобы не оказаться в трампункте. Дарья Ивазова, Виктор Черкашин, Иван Гоголев. Новости по будням.